Такие косячочки с моей стороны, и наверху немножечко подболеют. Температуру измерять несложно. Вот с этим мы возились где-то полмесяца, наверное. Потому что мы ему приписывали уже и ламинид, и какие-то диагнозы не ставили. Хочу подметить, что сейчас я хожу на конюшню каждый день. В чем проблема, да, казалось бы, просто расчистить и все. Ой, заводите лошадь. Лошадь — это очень классно. Всем привет! Вы на канале Дневник Канаблогеров. Смотрите, как я вас интересно встречаю. По многочисленным запросам, я думаю, уже пора начинать вам рассказывать все подробности, нашей жизни на новой конюшне. И сегодня у нас будет видео на тему, что же я делаю в конюшне, как проходит мой день с Хардином. Наша, так сказать, рутина. Хочу подметить, что сейчас я хожу на конюшню каждый день. Бывает, иногда пропускаю только один день. Потому что сейчас Хардин находится, ну, так сказать, на лечении. Не буду в этом видео вдаваться в какие-то подробности. Может быть, расскажу об этом потом в телеграме своем. Ничего серьезного скажу сразу. Это просто некие проблемки с копытами. Я вам расскажу чуть попозже, когда мы перейдем к этому этапу. Не будем долго затягивать. Желаю вам приятного просмотра. И поехали! Просто зацените, какая картинка красивая, какая локация. Если что, сразу скажу, чтобы не было потом непонятно, потому что видео выходит немножечко в разнобой, не по порядку. Это видео было снято 13 сентября. Сейчас Хардин уже, можно сказать, вылечился, выглядит здоровым и больше ничего не беспокоит. Но я подумала, что вам будет все же интересно посмотреть на то, как проходили мои дни на конюшне в режиме лечения. Начнем с того, во сколько я прихожу на конюшню. Это всегда по-разному, но в основном мутрецом. Либо вечером, днем реже. Сразу мы как заходим в конюшню, я, конечно же, иду к Хардюшке. Привет! Привет! Он сейчас кушает. Да, его, как вы заметили, переставили в другой деник, который уже утепленный, потому что я, как всегда, волнуюсь, конечно же. А тут деник еще не утеплели, поэтому... Пришлось переставить его вот сюда, который уже весь закрытый. Ну, свет сюда тоже попадает, вроде неплохо. Здесь хотя бы дверь поудобнее. Ой, тяжелая, правда, сейчас подождите. Так, заходим мы, значит, в деник. Я что делаю? Я сразу осматриваю Хардина. Как он здесь, что он здесь. Я проверяю наличие сена, проверяю наличие воды. Это обязательно. Мое мнение такое, что у лошади это должно быть в постоянном доступе всегда-всегда. В этой конюшне, конечно, дается это все порционно, но я стараюсь следить и как-то уговаривать, чтобы это было постоянно. А так, если этого нет, то я самостоятельно набиваю рептух, который висит вот здесь. Вот он, рептух. Персонал не хочет набивать рептух, ну и ладно, как бы. Это не особо важно. Я просто это делаю, потому что, во-первых, это удобнее, не нужно тележку таскать. А во-вторых, из рептуха он ест медленней, и это как растягивание получается сена. Вот так, что бывает, набиваю его. Ну и также воду. Но сегодня мы этого делать не будем, так как у него есть сена. Хотя, может быть, сделаем чуть-чуть попозже. Посмотрим. Хотя сейчас мы будем заниматься чисткой денека. Мы идем за тележкой. Для начала мне еще по пути надо открыть ворота в огород. Это, так сказать, левада, которая летом не рабочая, зимой рабочая. Вот, а летом здесь огород и навоз. Подожди, я забыла опилки. Для удобства я опилки кладу сразу в тележку. О-оу. Собственно, да, как вы поняли, денек я чищу сама. Открываем денек. Почему я сначала набиваю ему сено? Во-первых, чтобы он как бы ел, если его нет. А во-вторых, если у него есть сено, то он его ест. Хотела сказать, никуда не уходит. Харя, иди ешь. Кому интересно, мне не сложно. Потому что я всегда ходила в частные конюшни, где мы с девочками постоянно помогали, убирали. И это была далеко не одна лошадь и ни один денек. Поэтому я натренировалась, и мне уже одна лошадь это расплюнуть. Расчистить, почистить там, то вычистить. То есть мне не сложно. А особенно зимой, это знаете, как помогает собреется. Быть коневладельцем, это, конечно, очень сложная задача. Также еще и морально тревожная, потому что за свою лошадь всегда будешь переживать, если она тебе дорога. Среди моей аудитории, естественно, есть коневладельцы, а также просто конники, которым обязательно нужно отдыхать от такой активной конной жизни, перезагружаться и наполняться новыми впечатлениями. Или у вас есть такие друзья, которым это необходимо. Я знаю, что может стать для них отличным подарком. Смотрите, что у меня есть. Давайте распакуем. Вот такая подарочная коробка может прийти вашему другу в качестве подарка, которому коневладелец или конник, или даже просто обычный человек будет безумно рад. Это подарочный сертификат Куба. В этой коробке собраны сотни лучших отелей по России. И тот, кому вы ее подарите, сам выбирает, куда поехать, когда и с кем. Прозрачные типи посреди леса, дом с панорамными окнами, сферы, отели с открытыми бассейнами, дом на дереве. Просто огромный выбор интересных отелей. Но даже на отдыхе конник может все равно скучать по лошадям. На такой случай тоже есть варианты. Можно подобрать отель на ферме, с видом на животных, на лошадей, которые пасутся. Можно подобрать отель, в котором есть возможность взять конную прогулку или тренировку. На экране вы видите небольшую подборку таких мест. Все это можно подарить в такой красивой подарочной упаковке. На сайте большой выбор, а также в электронном виде. Кстати, упаковка ручной работы. Очень красиво сделана. На сайте можно подобрать любой понравившийся дизайн коробочки. У меня, например, внутри лежали конфеты. Вдвойне приятно. Отелей много. Большинство из них находится вокруг Москвы и Питера. Но также есть и на Байкаре, Алтае, Сочи и так далее. Я прекрасно понимаю, что у конников, особенно коневладельцев, довольно мало времени. Но сертификат действует целых два года. Поэтому, думаю, выделить время будет реально. Вы можете выбрать сертификат на двоих или на всю семью. Так что, если вы хотите порадовать своего близкого человека крутым подарком, дарите сертификат Куба. Это тот самый подарок, который точно запомнится, с которым вы точно не промахнетесь. Потому что отель и даты будут выбирать тот, кому вы дарите. Куба – это отличный подарок как для тех, кто любит отдыхать, так и для тех, кто находит причины этого не делать. Под видео я оставляю ссылку и промокод на скидку 1000 рублей. И, кстати, я хотела бы уточнить по поводу того, что сейчас, да, Харнинс-то некий, когда я очищу его. Но в основном, обычно, я его выводила на улицу пастись в это время. Либо его мама держала на корде, он пас. Либо, если там уже есть лошадь, которая пасется из нашей конюшни, то рядом с ней можно поставить было. И он пасся на траве. Сейчас, по причине того, что ему нельзя есть траву, вроде как. Мы все-таки присохуемся, и ему не даем ее. Он сейчас на двухнедельной диете, ест только сена и воду. Хотя, в принципе, мне сказали, что можно давать траву. В общем, не знаю, 50-50. Но когда мы пойдем гулять, я ему дам немножко поесть. Поэтому, собственно, когда я очищу денег, сейчас он стоит тут и мешается мне. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я вывела Хардина, так сказать, на развязке. Но я его привязываю с одной стороны, он как бы прекрасно и там держится. Я его всегда вот осматриваю перед тем, как мы пойдем гулять. Я ему хочу почистить копыта. Потом, после прогулки мы придем, снова встанем на развязки. Я вам покажу, расскажу вообще подробнее, что с его копытами и как я их обрабатываю. Я их просто почищу, проверю, посмотрю на их состояние. И также зафиксирую симптомы. И, наверное, даже температуру измерю до прогулки, потом еще после. Как только я заметила у Хардина первые симптомы, которые мне не понравились, то есть, да, какие-то нетипичные для него, там, дыхание у него было странное, все, полетела покупать термометр, который вообще по-хорошему должен быть, да, сразу у каждого канимладельца. Температуру измерять несложно. Ну, это такая, конечно, процедура. Норма температуры от 37,5 до 38,5. Он уже у нас привыкший, понимает, и стоит спокойно. Сейчас минутку нужно так постоять, потом мы поймем, какая температура. Ры, стой. Вроде все в норме. Запищала, температура 37,6. Это норма. Запасаемся морковкой и пойдем на прогулку сейчас. А также, может быть, позанимаемся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Я сейчас немножко вкратце расскажу, что у нас с копытами у Хаджинова. Это все началось с конца августа, у него сначала появились какие-то вот что-то по типу грибка на копытах, вот, это мы сначала думали, что это от прививки у него такая реакция, ну, то есть она провоцировала, вывела наружу его какие-то внутренние болячки, может быть. В итоге мы, короче, спустя неделю, наверное, где-то пришли к тому вывозу, что у него просто, ну, слишком заросли передние копыта, у них протяжаворотные углы слишком вытащились, что стрелка стала неактивной, и, короче, там она начала сужаться, и появилась небольшая трещина где-то. Это, конечно, моя вина, что я немного затянула с расчисткой, но затянула я не просто так, потому что он, в принципе, когда лошади гуляют по естественному грунту, по траве, по камушкам, они у них стачиваются самостоятельно. Вот, собственно, Хардин так и гулял все лето, только вот в последний месяц, да, когда я его забрала, он здесь уже гулял чуть-чуть меньше поначалу, сейчас вообще меньше гуляет. И у него, как бы, оно все заросло побольше, потому что он больше стоял в дневнике, вот, что, конечно, очень печально, но стоял в дневнике, потому что надо выписать такую диету, что, типа, не есть траву, а потому что у него еще одна проблема возникла, то есть было одновременно две, с животом, потому что я тут тоже много накосячила, дала ему сразу корм, не постепенно вводя прям порцию, хоть и небольшую, но просто тоже до этого. Ему тоже резко давали корм, все было окей. Короче, вот, немножко такие косячочки с моей стороны, он немножечко подболел, ну, как сказать, подболел, у него с животом все прошло, вот, с копытами их просто нужно расчистить. А в чем проблема, да, казалось бы, просто расчистить? Проблема в том, что мы не можем расчистить, потому что наш местный коголь занят, у него много очередей, надеюсь, мы его дождемся. Вот с этим мы возились где-то полмесяца, наверное, очень тревожно было, потому что мы ему приписывали уже и ламинит, и все дела, какие только диагнозы не ставили. А, опять, в России у нас в городе прям таких, чтобы разбирались, в лошадях нет, поэтому я все по онлайну делаю. Вот, такие вот, значит, пироги у нас, так что сейчас буду обрабатывать передние копыта дегтем. Машки! Тетя, моя рыбка, рыбка моя пушистая, моя булочка. Еще у него что-то с глазами, это мне нужно купить специальную мазь или каплю, чтобы полечить. Вот, марганцовка, которую заливаю в бутылку и деготь. Потом у меня руки так пахнут. Так, снова прочищаем копыта, потому что мы погуляли. Ой, заводите лошадь. Лошадь, это очень классно. Так, теперь дегтем зальем. Ну, если у вас грязная рука на дегте и черный конь, то можно сделать так, все равно его мазать от мух. В общем, вот так проходит наша обработка копыт. Надеюсь, мы скоро решим эту проблему и проблему с выгулом тоже. Можно почистить его самого, потому что он вообще начал менять, вот прям сильно, так сказать. И я его чищу, во-первых, чтобы шерст это убрать. И чищу его здесь, а не в диняке, чтобы на еду не падал. И как просто взаимодействие с конем. Вот, потому что он любит почесушки, любит, когда его чешут. Прям можно по его мимике потом увидеть, как он расслабляется. Вот, конечно, у сиху у какого-то, да. Субтитры сделал DimaTorzok все теперь можем заводить денег кстати вот он как раз выпил воду практически надо залить воду и мы как раз набьем еще рептух чтобы мы на подольше хватили в этом денике рептух полегче вешается его просто можно вешать и он не спадает вот такой рептух у меня давным-давно уже пользуюсь пользуюсь он не рвется вода здесь наполняется очень удобно со шланга все теперь остается просто все убрать по местам и лопаточки все венички все недоуздочки чумбры вот этот мой небольшой уголочек также не забыть забрать все свои вещи и конечно же попрощаться если у него выбор между сеном на полу и рептухом он убирает репту потому что так интереснее сработало морковочку мы прожжешь все я прошла такого рода дайте поговорить всегда очень сложно прощаться на коню прекрасно все это понимаете поэтому подходит концы сколько мы тут пробовали в среднем я вот так провожу на конюшни по два а то и три часа если нужно все мега быстро сделать это с учетом дороги можно управиться в принципе зачат это если на дорогу полчаса и на чистку девика допустим полчаса вот так оттуда доносится голоса лошадей и их отсюда слышно хардин вот им в ответ и глубоко засняла свой типичный день теперь вы понимаете как он примерно проходит я знаю что многие из вас ждут видео вопрос ответ где я все все расскажу подробнее оно будет я так думаю одним из следующих видео так что не переживайте скоро на все отвечу а пока что будем понемножечку раскрывать карты так сказать кто не знает в чем дело что происходит и почему мы на новой конюшни советую вам посмотреть предыдущие два влога посвященные этой теме про переезд и собственно первая неделя в конюшне это много чего рассказал на данный момент мы находимся в новой конюшне уже около практически два месяца быстро время летит однако да я уже более-менее адаптировалась конечно и поняла какие здесь плюсы-минусы они естественно есть конечно в каждом месте идеальных очень мало всем спасибо за просмотр и не забывайте про сервис кого с подарочными сертификатами на отдых в отелях очень крутая тема ссылочка будет в описании вместе с промокодом пишите в комментариях какие видео хотите видеть еще а можем еще устроить небольшой интерактивчик напишите комментариях как проходит ваш день на конюшне тем более если вы ходите на него каждый день по-любому выработался какой-то определенный распорядок дня особенно если у вас много лошадей и вообще респект вам конечно справляться с таким большим количеством в общем пишите комментариях будет интересно почитать с вами была марина увидимся уже в следующем ролике всем пока пока а и 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